Так, друзья, сегодня у нас жёсткое боестолкновение, потому что нас опять преследуют эти Тау, и войска у них только множатся. Ростер Тау по детачменту Монтка. Варлорд Коммандер в Энфорсер батлсюте. Эфирная на ховер-дроне. Кадр Фэрблейд. Два отряда бричеров. Отряд Страйк Тима. Отряд Стелс Батлсютов. Отряд Кризис Сан Фодж Батлсютов. Отряд Бродсайдов. Рептайт с Ионкой, спаренной плазмой и двумя ракетными дронами. Хаммер Хэт и Шторм Сёдж. У него пульс Бласт Кэнон и подствольный гранатами спаренный. 1800 очков. И это нам открыло возможность наконец-то добавить наших керакторов. Потому что у нас уже есть апотекарий, но только он всё время был на скамейке запасных. И так как у него теперь есть пятый ФНП, то смысла его там держать нет. Значит эти 200 очков, которые у нас прибавляются с каждым туром, тратим как минимум на него. Плюс у нас пришёл Тихмарин. И Тихмарина мы очень хотели, чтобы он бафал нашу технику, лечил её. И его тоже добавляем. Останутся ли нас очки после этого на что-то ещё? Давайте посмотрим. В пределах 1800 очков у нас вошло. Во-первых, наш любимый Ахиллес, в котором едут 6 эрадикаторов. У них есть целая одна мультимельта. Два импульсора. Ну, в импульсорах у нас всё просто. Это 5 Инфернусов, естественно, с огнемётами. И 5 Хеллбластеров, естественно, с плазмами. Агрессивные агрессоры, огнемётные, вместе с капитаном в Грайвис Арморе падают с орбиты. Иллюминаторы подчищают хвосты с помощью своих снайперок. Хвосты, естественно, остаются после стрельбы нашего редептора, во-первых. У которого есть плазма-инцениратор. И Левиафаун Дредноут, у которого тоже что-то есть. В том числе барабан. Апотекарий, который будет лечить Хеллбластеров. И Техмарин, который будет лечить технику. 1800 очков. Это практически 2000 очков. Это уже полноценный спортивный ростер, я бы сказал. И к этим 2000 очков мы пришли в каком-то непонятном состоянии. Не пойми чего. Какие-то юниты, которые мы хотели попробовать. Они нас какую-то там прокачку уже заимели. Но, тем не менее, на нормальное боевое подразделение мы вообще не похожи. Но так я там что-то старался изобразить формата детача, который у меня есть. Типа, давайте, парни едут на транспортах, стреляют из мельт из огнеметов. Но все равно это все странно. И потом каких-то стал брать Хилбрутов, извините, Дредноутов. И нет, такое себе. Поэтому, конечно, страшненько. Надо в следующий раз как-то по-другому подойти к созданию ростера. Потому что ты... Ну, формат-то уже нормальный. А у тебя еще ростер, по факту, там от 400 начальных очков, там, или сколько там, на 500 мы начинали. Не особо отличается, идейно. Наша миссия Overhelming Dread. Расстановка вот такая. У точек страшненько. Лидершип уменьшается. Аурабилити уменьшается. И пиписька тоже, видимо, уменьшается. Ну и просто скорить точки. Скорить больше точек. И проходить батлшок-тесты у точек. За это тоже дают очки. На поле боя это выглядит следующим образом. Дополнительные точки у нас тоже есть. Иллюминаторы вот там заинфильтровались. И тут у нас основные войска. Гонеметчики. Летят на своем импульсере. За ними бежит Redemptor. Там он Тихмайн где-то спрятался. Рядом Ахиллес. И чуть сзади Леофан с парнями. Ну, Хеллбластеры, короче, едут. И у Тау все четенько. Посередине главные их орудия идут. И Шторм Сюрч. И Быстрина. Также сверху сели парни с огромными дренами, чтобы всех вообще уничтожать. По правому флангу бежит вместе. Как это, девчонка-то у тебя? Эфирный. Бегут здесь, соответственно, с Кефирной. Та эфирная, это Кефирная. И Страйк Тим. Нет, все ФВшки. В ФВшечке. Вот там вот посередине танк прячется за руинкой. Здесь Столсы прячутся. Столсы перед ним. И в резервах у нас Кризаки с командиром. Да, бой нам предстоит тяжелый. Потому что у противника куча огромных пушек, которыми он может уничтожать нашу технику вот так вот. А у нас как бы да, у нас есть Ахиллес, непобедимый. Но за него хотя бы в перспективе хотелось бы начать уже кидать четвертый инвуль. А то так-то он, конечно, неубиваемый. Только он всегда быстро умирает. А здесь как бы парни, они с мелким дамагом не ходят. Там 12 дамага. Есть 6 плюс D6. Ну там какая-нибудь мелкая трупца бегает там. D6 плюс 1 дамаг у него. Это да. Всех остальных просто типа вот это убери, вот это убери. А ну тут четвертый кино. Не кинул четвертый, но тоже убери. Стеночками захотел загородиться, окей. А у нас есть смс-ки Smart Missile System, которая как бы без лоса бьет куда захочу. Скаут мув до начала. Парни подбираются к точке. Мои их ждут. Шторм стерч. На 6 подвигался. Вот так вот к точке. Скаут мувы. И определение хода. Первого Тау кинули двойку. Мы кинули колку. Нет, четверку, смотри. Первый ход саламандров. Мы с помощью хилбластеров доезжаем вот до сюда. До этой точечки. Здесь поднимаемся вверх. Смотрим в окошечке на этих парней. Также поткнули сюда плюс тит от техмариночика. Перебежали аккуратненько к этой стеночке. Не хотим, чтобы в нас стреляли те парни. Тут подвинулись к этой точечке. Этих мариночика подвигались. Подвигались нашей техникой. Вышли вот этим пареньком сюда. В фазустребы мы поклялись. Ну, мы, естественно, в команду фазу поклялись. Уничтожить этих парней. Сначала отстрелялись нашим редемтором под плюсом. Он пожег там плазмы и нормальник. Потом снайперки ничего не сделали. И добил последнего парняка наш Левиафан и свои батчерки. Отряд храбрых. Кто это был? Просто обычный страйк-тим. Все-таки это был страйк-тим. Нас покинул. Тау, Тихий Сапы хотели прокрасться на наш левый фланг. И вы спросите, возможно, а зачем они, что они хотели сделать? Нарваться на ответную стрельбу? Ну, на самом деле, в Крюсейде нет ограничений на скоринг с первого хода. То есть, там нет каких-то дополнительных условий. Типа, только со второго хода включаются точки. Нет. Соответственно, просто выйти до первого хода на точечки и получить 10 очков сразу. Ну, хорошее такое преимущество. Если Саламандр это проморгали, то Тау этой возможностью попытались воспользоваться. Но Саламандр неожиданно для Тау завладели инициативой, ворвались на поле боя и быстренько там все эти поползновения отстрелили. Первый ход Тау. И на левом фланге Бричеры просто чуть-чуть подходят к Руиночке. Их большим шагом перепрыгивает Рептайт вот сюда, на левую сторону. По центру движется, чтобы увидеть свои цели. Шторм все лучше уходит такой из-за руинки. Типа, здравствуйте. Бричеры на правом моем фланге двигаются вперед им хорошо, там точку хотят. И за их спины выскакивает танчик. Как он называется? Хаммерхэт. Вот выезжает такой, здравствуйте. Ну и, естественно, остаются на месте братсайды. А стелсы там чуть-чуть семенят где-то сзади. Фост Льбы открыл Шторм Сюрч из главного соорудия. Бэм! 12 дамага в Редемптора. Он такой, я уменьшаю дамаг, у меня одна ранка. Он такой, ну ладно, туда ракеты, туда бэм! 4 штуки, 4 третьих откинуть, 1 не откинули. Смысла реролить нет, потому что все остальное, типа, либо в него стреляет, либо никуда, поэтому без разницы, конечно. До свидания, Редемптор. В импульсор пришли смс-ки отсюда и сбро от сайдов. Ничего не сделает, два слива занесли, мы их откинули. Несмотря на то, что бой происходит с достаточно плотной городской застройки, все равно вот только Редемптор вышел, чтобы подчистить левый фланг и тут же отхватил от вражеского Шторм Сюрджа. Причем он такой, как бы, у тебя 12 ран, ну на тебе 12 дамага. И Редемптор такой, ну я один из этих 12, как бы, игнорю. Ну такой, ну ладно, да на тебе еще сверху, там, у меня 206-5 тысяч миллионов пушек. Второй ход с Ламандр, получили 5 очков за 2 точки, но не больше, чем противник редаков, они проходили на них и выбрали в качестве цели Рептайда, клянемся. Фаст движение, легонечко, на левом фланге. Выезжаем для того, чтобы хилбластеры могли пострелять в этого негодяя. Также сдвигаем сюда наши снайперки, отходим чуть-чуть назад, чтобы здесь загородить выход парней. На центр выезжает наша негодяйская штука. Тихо-маринчик, где-то там ползает. Красавчик просто. Бафнули, естественно, его, потому что это бессмысленно бафть. И в конце муфазы, вот здесь вот рядом с Рептайдом, выскочили наши агрессивные агрессоры. Смотрят на него угрожающе. Фастельбы. Все сосредоточили свой огонь на Рептайде. Хилбластеры постреляли, оставили что-то типа там в 9, что ли, как-то так. Снайпера сняли, две вунды. Ну, туда сразу забросили, естественно, минус дамаг, чтобы все мои развлекались не очень. Постреляли нашим парнем. И он неплохо, как бы, нанес, потому что у него АП первый. Там, естественно, ковер. Но что-то колы выпали. И в пяти ранах остался. После этого мы занули КП себе эмулятор протоколс на наших парней. Девастейтинг в андаме его завалили. Он сгорел в огне. Упал и уничтожил все живое вокруг. А Хиллес отстрелялся в шторм Сюрджа. Снял три ранки с него. Ренат такой входит в телепортарем вместе с агрессорами под предводительством сержанта Алекса. И такой, уничтожить этих Тао по всем правилам кодекса Астартис. Бам, упали на боя боя. А там уже Хиллбластеры под предводительством сержанта Путята Омеговича размягчили этого рептайдика, который, опять же, пытался там где-то просунуться, типа пролезть. Не удалось это Бричером. Он такой, сейчас разберусь. Как бы я такой большой, крутой. Но нихрена Хиллбластеры размягчили. Потом немножечко из Леофана добавили. И, наконец, дело дошло до Рената и его пацанов, которые просто его в магму какую-то, в жидкую превратили. И все, нихрена пихаться на наш левый фланг. Второй ход то. Они получили пять очков. И на правом моем фланге двигаются следующим образом. Бричеры выбегают, хотят как-нибудь увидеть вверх. Ну, да-да, давай, что-то, что-то я оторшел. Он в руиночку зашел полностью, чтобы видеть из нее тоже всех, кого только можно. Стелсы поднялись наверх, чтобы... Короче, они хотят вот этого негодяя, его поуничтожать. Там отбегают Бричеры где-то сзади на левом фланге, потому что им боязно, чтобы не подчарджились. То пудово, конечно, 17 дней, чтобы между ними было. Стоят на месте бродсайды, выпадают здесь крюзаки с командиром. А Хаммерхед, он смещается так вперед. Идет. Шутинг-фаза. Сразу крюзаки из своих мельц сломали нафиг наш импульсер. Четыре тела оттуда вывалилось, одно где-то сгорело в ходе этого процесса. После этого Хаммерхед из главного оружия сюда прошил наш танк. Четвертый инвулетс. Не узнали судьбу этого инвулетса. А этот инвулетс, смотрите, нет, нихрена. Дамаг кидаем. Чем-нибудь 10 хватает. Восьми ранах остались. Пришла сикер месла сюда же. Ну-ка, еще один четвертый, нет? Нет, естественно, тоже троечка. Д6 плюс один. Дамаг. Третий. И остались в пяти. Брат сайды, фигак сюда одну пробили, но пробили шестеркой. Д6 плюс один без сейв... Ну, такое... Ну, такое... В трех... Ну, тогда и шторм сурджа. Попали, не пробили, но преролли за то, что посветили. И у нас, кстати, рану меньше стало. Мы обнаружили, что их всего 16. Итак, третий раз закидываем четвертый инвул. Ага. Ага. Ну, ладно. Ладно. Пора, видимо, рерол применить. Смотрите, четвертый раз закидываем четвертый инвул. Вау! Ну, тогда и с дестройер меслы туда же. Ну-ка, пятый раз 4+. Ты хрена лысого, никогда мы не сможем... Просто один четвертый и то с реролли прокинули. Взорваться? Нет. Сломали наш танк. Там у нас сидит несколько пацанов. Ну-ка, взять. 6 кубиков взяли, 6 кубиков взяли. Колыб кидали. 2 кала, конечно же, кинули. Но это не труп, потому что у них 3 раны. Ну, и остальным оружием отстрелялся по нашим агрессорам. Оставил парня в одной... Ну, в двух ранах, вернее. Нанес одну. Здесь в двух, здесь в одной. Какие-то все подраненные. Ватикари где-то. Одинокий техмарин такой, кого я буду бафить. Что-то все мне не нравится. Плотная застройка, куча руин. Нахрен все, кто не попадя, стреляют в наш хелес, который опять ничего не может откинуть. И вот немножко отвлекемся от этой партии. Посмотрим на детачмент Саламандр, который как бы классно имеет тратигенку. Типа, если по тому транспорту стреляют, вылези и постреляй. Здорово? Здорово. Но проблема в том, что как бы на хорошие форматы, ну, у всех нормальные пушки. Ну, типа, просто убери свое говнище, и все. И вот здесь есть хелес. По нему долбили три отряда. Ну, а как бы два первых отряда долбили с хорошей дистанцией. Мы можем выйти, но наши мельты короткие. Мы не достанем пострелять. А потом последним парнем как бы бам, да, в упор. Вот здесь бы вылезти. Ну, все рассчитано как бы последним ближайшим пацаном. Точно разваливаем ахиллес. Ну, ладно, один я откинул все-таки, четвертый после рерола. А так бы все можно было впитать. Ну, то есть как бы 50 на 50, неудачный тираж. Не жалуйся, а просто про применимость этой стратегемки. Вот реально, когда, по идее, ты можешь что-то с ней сделать, а она все никак. Сейчас нет, а потом уже все поздно. Либо ты вылазишь, когда хоть часто можно вылезти, и вылазишь неудачно. Вот из опыта моего сражения, моих сражений за Саламандр, что-то какая-то стратегемка такая, не очень. Третий ход Саламандр получили 10 очков, потому что у нас 3 точки, и это больше, чем у противника. Вперед шагают наши эрадикаторы дружно, в ряд. Вместе с ними шагают наши агрессоры. Вылетаем на полной скорости. Плюс 1 мы накинули за адванс. С хелл-бластерами. Здесь двигаемся вперед нашими огнеметчиками. Также отошли к точке техмариночекам, и подбежали вот так вот нашим леофанчикам. Что мы сегодняшим по овервочилов эрадикаторов? Блин, заставил нас одну кпшечку слить на рерольчик, потому что третий мы заварили. Вот пятый смогли откинуть, а третий... Фасстрельбы мы смогли на правом фланге отстрелить одну девчонку в бронекостюме. Вторую прочистки давили в одной ранке. Осталось. По центру, под полными роллами, сняли что-то типа 6 вундов с эрадикаторов. Потом под... Короче, включили опять девастейтинг вунды. И на 6 до 6 типа 1, 1, 2, 1, что-то такое. Короче, все равно типа все-таки сняли, до 7 его уже спустили. Убили также двух вот там мальчишек, которые бегают с кефирной. Чардж фаза 7 дюймов у нас плюс 1, потому что только быстрые выживут, но я думаю, что больше пяти не кину. 7, это просто как-то немодифицированная семерка. Здравствуйте. Ну и тогда на 8 дюймов эрадикатор... Здравствуйте. Смотрите, у нас есть проблемка. И у кого нет чардж-бонуса, потому что скары дичайшие. Поэтому до того, как мы что-то побили, нам одного парня затоптали. Но капитан смог, сломал черта. Он взорвался. И на этой миссии расколки разлетаются еще дальше. Д6 плюс 2. Давай с моих начнем. Типа вот эрадикаторы получают. Как бы 8 раз, два, и парень один, соответственно, в одной ранке остался. Сами агрессоры, которые агрессивно пришли. Ну, такое. Значит, один помер. Кто-то в ранке находится. В этой... Так, в этих пацанов... Ну, как бы просто троих прибрали. В Hammerhead. Ну, своих ясно. Будешь аккуратненько три поставь, мы потом забудем. В этих войнах. Все умерли? Кто там был? Да. Короче, были стелсы. Стелсов нет. Не враг отняли. Больше никого не ставят. Да, этих не достают. Да, они там высоко, наверное. Тишко. Изначально убивать Шторм Суржа мы не собирались. Потому что, ну, ходит там, долбит. Да, он всю технику уничтожит. Он это сделал. Дальше-то что? Но так получилось, что, как бы, наши основные войска рядом с ним. Он стоит. И им стрелять, по сути, особо некуда. И чарджиться некуда. Поэтому такие, ну, давайте попытаемся с ним что-то сделать. И мы сделали. Смогли, собственно, практически заход его запилить. Но он, конечно, удачно взорвался. И в этом плане, опять же, вот как вы считаете, правильно ли, что пошли эрадикаторы в чардж? Мы, как бы, их мельты подтянули к целям у противника. Но, с другой стороны, они уже понесли потери. И сейчас, как бы, находятся под перекрестным огнем тех, кто остался. Третий ход Тау. Получили пять очков в одну точку скорых. На правом фланге двигаются. Выбегают за КПшку на шесть дюймов ровно. Это кто по Файндеры. И бричеры, вернее. Идут кризы своим командирам вдоль моих огнеметчиков. Огнеметчики такие. Сюда или сюда. Но тут, как бы, есть женщина в одной ране. Наверное, ее пожжем. И что же. Девчонку была в одной венде. Подпалили. А еще одну оставили в одной ранке. Я осознал, что овервоча больше не будет. Хаммерхэт подъехал поближе. И вот там вот бричеры бегут тоже на точку. Сближаются. Фастильбы. Процайды. Ну, просто выжгли практически без сейвов. Мы Armor of Contempt, конечно, заявили. Но это шестой сейв. Был. Теперь из главного орудия. Бам! В капитана. 12 дамага сможет ли он проигнорировать? Нет. Но есть типа КПшка. Смотрим капитан. Смотрите, капитан молодец. И у этой части поля боя бричеры насадили. Короче, остался последний в одной ранке. И тут мы уменьшали. Уменьшали количество мельт. Ни хрена не уменьшили. Сломали нам парня. Он взорвался. Девчонка последняя умерла. В одной ранке остался наш техмарин. Фастчерджи. Бричеры. Четвертый чардж в последний у паренька. Дошли. И теперь мальчонка, девчонка, вернее, на 8 в моего мальчонку. Не хватило дюймейка. И вот там вот. Кто там? Никто не чардж. В результате они пытались. Они честно пытались. Женщина прям подошла, обняла. Но механику продумали броню. Она защищает, короче, от женщины. И от удара также со всей пачки один дошел. Правда, как-то что-то вера ослабла в парне. И в ответ он два раза не промил. Что такое? Мой вывод по эрадикаторам. Правильно они туда пошли. Потому что, ну, в любом случае, агрессоры должны были прийти в чардж. И в любом случае, их бы там всех расстреливали. А на эрадикаторов, ну, по факту, они понесли потери только от взрыва. А сейчас бы там, как бы, был полный отряд, если что, этих мельт. И уже та у себя не так сухо чувствовали, как сейчас. Им и сейчас не очень-то. А если бы там полный отряд был, вообще неприятно. Плюс у нас все-таки капитан остался на столе. А так бы им еще пришлось идти. Не факт, что достали. Там, например, Хаммерхед мог отлететь. Он так подлетал к нам. А так мог отлететь подальше из нашего рейнджа. И не факт, что мы вообще кого-то достали. А так нормально подтянулись. Теперь можем цели выбирать. Да, неприятные потери. Без сейвов, там, агрессоров. Как бы получилось просто какой-то хрустальный молот практически. Ильдары какие-то. Но, тем не менее, свою задачу они сделали. Они убрали, нахрен, этого огромного бегемота, который был крайне неприятным. Вот бы это и раньше произошло. До того, как он перестрелял нам все наши. Хотя, с другой стороны, он убил Редемптора. И он убил Ахиллеса. Купился? Возможно. Четвертый ход. Здесь нужно пройти батлшок тест. Что-то как-то взрыв. Короче, Техмарин, сами понимаете, лишился практически всей техники. Только вон импульса последний он уже боится. Так как в этой миссии вокруг точек ухудшен ледак, он кидает седьмой. Нормально. Ну, это, кстати, дало нам пять очков внезапно. И за три точки еще десять. Ничего себе. Фаст движения. Гордый Техмарин идет омстить за технику. В последней ранке овервотчет от него отказались. Отступил здесь одинокий парень, чтобы наши хиллбластеры подъехали и могли в попочку этой девчоночке пострелять. Нехрен тут трясти своими всякими делами. Ну и снайпера тоже что-нибудь вышли. Может быть, кого-нибудь увидят. Там не двигайся, потому что зачем там двигаться? Там все и так приехало. Фаст ли бы здесь с помощью плазм и с помощью варболтера, или как там, четырех остали. ФНП неплохо им помогал. Четыре, по-моему, пятых откинули. Короче, парни молодцы. Кстати, надо кинуть бы за вас колов, да? Смотрите, вот импульсор. Вжих! Три вунды только потерял. Ладно. Эти, к сожалению, не стреляли, потому что даже если выйдя из-за дома, они попку не видели. А вот там, смотрите, наши радикаторы вдруг справились. И не сломали... Ну, не взорвался, короче. Убит, но не взорван. Одного паренька задавили с помощью булт-пистолета, вернее, гаунт-лета нашего капитана. Фаст-черджей. Тут мы кинули семь. Ну, как-то туда зашли. А капитан на четыре дюйма в этих парней кинул ровно четыре. Пришел. Ну и те ребята, которым в чарши лучше не ходить, ну, как бы... Уж пошли. Че нет? Че нет-то? В результате. Там немножко мы радикаторами подрезали трех, и капитан дожал и последнюю девчонку, и последнего мальчишку. Вот такой стоит. Я классный, он говорит нам. А здесь техмарин такой, что ответишь мне? Из-за нашего Леофана, из-за нашего Редемптора, из-за... Что тут еще было у нас? Что-то было, короче. Из-за всех в результате в ранке остался вражеский. Командор в ответ ни разу не попал, испугался. Сирчал и, несмотря на потери, справился с Хаммерхедом, что приятно. Ренат, опять же, тоже там все почистил. В этом плане все здорово. То есть остались, по факту, только ребят наверху. И, ну, да, неприятные, но они уже ничего не сделают. Как бы мы точки все зачистили, поскорили. У нас есть войска, чтобы скорить. Опять же, там Омегович ездит и хеллбластерами всех нахрен расстреливает. И только сидит внутри лекарь такой. А я делать что-нибудь буду в этой партии или нет? Ну, потому что надо вылезать. А почему-то конкретно именно этот импульсер никто не сломал. Четвертый ход Тау. Точку скорят. И автоматом решили пройти на всякий случай. Здесь не... ну, как бы седьмой, да, восьмой получалось. Седьмой кидали. Не захотели пять очков, пять очков. И прошли сами за своего командира. В фазу движения не то, чтобы кто-то хочет двигаться, кроме вот этих парней. Но тогда мы поверочились с нашего пацана. Собственно, смысл этого был в чем? Чтобы убрать попку из-под стрельбы. И троих потеряли в этом процессе. В фазу стрельбы в упор. Командир расстрелял паренька. Этого не смогли убить. А там сверху что-то фигу попали. Мы откинули шестой, один только умер у нас. Как так происходит? Надо больше пехоты подносить к этим парням. И все будет хорошо. В фаз Чир Джей все пришли к последнему Инферносу. Он стоит как герой. Ну, а посмотрим, может быть, он переживет все это и убьет всех. Ах, смотрим на это увлекательное шоу. Девчонка один раз попала, один раз пробила. Третий сейф. Это он. Мальчишка один раз попал, один раз пробил. Третий сейф. Это он. Невероятно. Командир нихрена. Все мимо. В ответ из трех атак одна поразила. Мальчишку мальчишка ушел. Ну, это как бы минус отряд, если что. И даже брат сайды несколько подустали. То целый отряд убрали, а то всего лишь одну модельку. Но самый герой, это, конечно, сержант Инферносов, который просто там, чё, ты командир? Ты тоже командир, шли идите сюда и разбирается с ней. Раненый, да еще такой просто. Вот это именно в Forge Narrative можно было развивать там его историю. А он, кстати, безымянный до сих пор у нас. Никто почему-то на наших стримах его не вспомнил. Пятуху Целамандр. Прошел ледак наш герой. А вот эти вот Пупогорои что-то не очень прошли. И забыли лицо своего отца. Потеряют XP, соответственно. Но у них есть правила, которые позволяют на них стратегенки использовать. Если даже они батлешокнутые. Не думаю, что это пригодится. Возможно, и не пригодится. Потому что какие стратегенки на них можно взять? А, ну плюс то, вот мы, кстати, из-за ничего себе. Фаз-движением. Отступаем нашим пареньком. Подъезжаем на нашей лупе. Фигупе. И высаживаемся после адванса. Имеем право, потому что это импульсор. Вместе с пацанами наконец-то смогли высадиться. Наши движения. Это попытка пойти вперед. Сразу овервач сверху. Один раз попали. Четвертый инвуль. Это он. Бам сюда. Пацаны остались на месте. И могут стрелять. Фаз-стрельбы. Хеллбластеры смогли убить вражеского капитана. Командира. Никто не умер от стрельбы. Все еще патикаре негодует. Ну и импульсор убил девчоночку эфирную. Парень, к сожалению, не смог ничего сделать. Радикаторы посмотрели вверх. Убрали 5 фундов с одного из. И капитан. Типа такой там 6 или сколько. Ладно. Хватило. В результате капитан снизу долбит пацанов. Одного дожал. А не в ответ ничего. Пятый ход Тау был не очень интересный. Потому что они просто сверху постреляли. Сломали моих пацанов. Капитан там что-то. В двух вондах оставил одного. Второй вообще живой. Колов накидал безмерное количество. Хотя бы плюс-то вунки. Камера, извини. Заявлял естественно. То есть он на 2 плюс подал. На 2 плюс пробивал. И занес на так себе. При том, что у него и плюс 1 АП. Там плюс 1 атака. 7 атак бьет. 11 силой. Потому что у него артефакт есть. Плюс 3 силы. Но нет. Осталось от Тау вот это вот. Что ж. Начиналось это все достаточно жестко. И для Тау конечно расстрелять нашу технику. Просто вообще как на учениях. Но тем не менее. Как бы наша тяжелая пехота. Которая тоже. Ну. Не то чтобы держит удар. Когда такие дамаги в нее приходят. Но все-таки смогла. При этом как-то. Именно где на левом фланге. Ничего не происходило. Мы вообще смогли все расчистить. Ну. Вернее не так. Противник там. Не то чтобы сильно нас давил. Мы все время отстреливали. Всех убивали. Там в результате остались войска. Которые потом собственно зажимали. Во второй половине партии. Всех. Например. Опять же. Омегович. Или Омегович. Как правильно. Напиши Омега. Пожалуйста. Пересек всю карту. И еще на правом фланге. Всех дожал. Освободив тем самым нашего геройского сержанта Инферносов. Короче. Развязка для меня прям даже неожиданная. После прошлой партии с Тао что-то я как-то такой. Ну. Ну. Понятно. Очередная редакция. Где Тао всех гнут. Но тут мы смогли выстоять. И даже победили. Осталось не получить скаров. Аут оф экшен тесты. С Redemptor начинаем. Двоечку кинул. Leviathan кинул пятерочку. Impulsor. Nococole нет. К сожалению. Агрессивные агрессоры нет. Техмарин нет. И радикаторы никто. Смотрите. Здесь что-то как-то обошлось. По опыту. Мы набрали его немного. И ловелапов у нас практически всего лишь один. Но тем не менее. Больше всех наверное набрал наш капитан. Он получил 7 опыта. Это у него 47 уже в сумме. Но до последнего уровня. До легендарного. Ему еще не хватает 13 опыта. Надеюсь мы в скором времени это заработаем. Leviathan он настолько начинающий. Потихонечку развивается. И получил первый свой уровень. Бросок по таблице Parian Nexus. Копеечка. Межпрочем. Шестой ФНП. И в принципе. Шестой ФНП для Leviathan. Который уменьшает по себе дамаг. Это ну. Надеюсь будет повышать его стойкость. Хотя конечно он работает не на переднем фронте. Он издалека пытается из своих пушек бить. При этом естественно свой MeltRack никуда не зарекит. Потому что рейнджа будет не хватать. Ну хотя бы из батчерки. Который не батчерка естественно. Но я буду батчеркой все им называть. Потому что я пришел из хаоситов. Там у нас такие названия. И тут мы смогли короче примерно. Вот скриньте. Следующая партия опять солью. Потому что сейчас у нас типа 9 боев. В этом крюсейде. 5 побед. 4 поражения. Ну соответственно здесь чем будет 5-5. Ровно 50 у меня получается статистика. Неплохая статистика. Прямо самый то. Как собственно ГВ извещала. Так что меня даже не нужно как бы балансить. Я в отличном состоянии нахожусь. И я уже говорил о том. Что чертова знает. Что там буду дальше какую-то арму менять. Или витач возьму. Но. Тут как бы в данный момент у нас хаос вышел. И как бы хаос. Интересно им поиграть. Наверное в том числе и в крюсейде. А в спейсмаринчиками вроде как и наигрался. И вроде как и с другой стороны. Нет посмотрим. Столько возможностей. Невероятных. Все хочется попробовать. А в крюсейд только один. Пока что. Еще крюсейд начать. Странный план. Может быть. Не знаю. А чем вот например ездить к парням в города сейчас. Раньше я там очко убрал. Печку. А сейчас ничего такого не вышло. И ладно. Это какие-то вообще отдаленные абсолютно. Но вы все равно в конце ролика. Который не то чтобы многие досматривают. Поэтому можете послушать. Бормотание деда. Который такой типа. А как собственно дальше-то играть. Но. Все равно. Сейчас надо Рената дотащить до легендарного статуса. Посмотреть. Кстати. Вот его прокачка новая. Которая позволяла за 0 КП. Использовать стратегемки. Стратегик плой. Прям вошла. Мое почтение. Потому что я там все время овервочи заявлял. Что прикольно. Ты можешь стратегемки эти не только на свой юнит заявлять. А где угодно. Ну потому что там стратегик плой. Он понятное дело немного по-другому работает. И. Это было прикольно реально. Потому что я сидел там что-то на 5 КП в какой-то момент. И. Как бы такое. Че мне сделать. При том что. Эмалейшн протокол. С которой 2 КП стоит. Мы тоже использовали на себя. За 0 КП. За его обилку. Которая у него родная. Прям даже не было каких-то таких вещей. Которые подразумевали. Что нужно куда-то прям КП вкладывать. И я. Себя каким-то боярином в какой-то момент почувствовал. Так что это было хорошее. На че на легендарке возьмем. Не знаю. Успели мы это ли повязать. Тоже непонятно. Потому что сейчас мы к 2 КП придем. И че там. Ну. Сколько боев у нас будет. 12 наверное. Все в сумме. Или меньше. Посмотрим. Посмотрим. Какие там планы на Крюсейд. Ну. Так вот у нас сейчас все это проходит. Встретимся с вами в следующей партии. Берегите себя. И свои миньки. Ссылайк поставил. И подписчик.